В Минском дворце искусства открылся международный рождественский фестиваль «Радость». Поделиться радостью ожиданий Рождества Христова с гостями фестиваля смогут 79 участников, представляющих монастыри и приходы из восьми стран мира. Подробности из Беларуси. Дворец искусства Козлова в белорусской столице в последней неделе рождественского поста уже традиционно становится площадкой, где минчане могут познакомиться с монастырями и приходами из самых разных стран. В этот раз рождественский фестиваль «Радость» собрал почти 8 десятков участников из Беларуси, Украины, России, Узбекистана, Молдовы, Сербии, Черногории, Греции и впервые Сирии. Рождественские встречи с творческими коллективами, писателями и поэтами, музыкантами и актерами, режиссерами, духовные беседы со священнослужителями, а также с представителями монастырей и приходов из всех стран-участниц помогут посетителям обрести соответствующий перед великим праздником духовный настрой. Центральным духовным событием на нашем фестивале будет в этот раз икона «Успение Божьей Матери». И это не случайно. В эту икону вставлено 16 капсул с мощами киево-печорских преподобных отцов. И каждый день в 11 утра и в 19.30 у нас на нашем фестивале будут проходить молебны за мир в Украине. Украинские участники Рождественского фестиваля «Радость» признательны всем минчанам, посетителям выставки за молитвенную поддержку. Вы же знаете, что ситуация такая непростая на Украине. И даже вот мы сейчас пересекали границу. При слове «Московский патриархат» сразу такая реакция очень агрессивная. И у нас, в общем, активно нас досматривали. Поэтому поддержка, тем более молитвенная, сейчас для нас это очень важно. Мы вас очень благодарим, что белорусы с нами. Кроме молитвенной поддержки, организаторы фестиваля предлагают его гостям оказать посильную помощь и даже побыть волшебниками и исполнителями желаний пациентов Логойского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Подробности акции «Чудо для ближнего» можно узнать на месте. Программа Рождественского фестиваля «Радость» включает в себя православную выставку, ярмарку подарков, культурную составляющую и детскую гостиную. В нашей детской гостиной каждый день, начиная с 10 утра до 8 вечера, у нас что-то происходит. Вот, допустим, сейчас у нас было два мастер-класса. Это рисование по воде и рисование на полимерных фигурках. И все это время были еще спектакли. А знаете, что в этом году у нас появилась новая сказка, называется «Одноухий заяц». Мы всех приглашаем. Каждый день, как я уже сказал, у нас проходят мастер-классы. Вот можно расписание увидеть на сайте festradost.by. В специально созданном для фестиваля кафе «Огонек» можно будет подкрепиться всей семьей. Русская, белорусская и сербская кухни помогут восстановить силы и при желании провести на выставке целый день. Фестиваль «Радость» открыт для посетителей вплоть до Рождественского сочельника с перерывом на первый день нового 2019 года. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Минск. Беларусь.